Друзья, мы видим как... Это кровать, так называемая Мёрфи Бед. Выглядит как шкаф. Да, мы на опенхаузе. Это довольно старенький домик, он в горах и где-то постройки 70-х годов. Мы сейчас его посмотрим более подробно. Вы видите, на акровом лоте это примерно 40 с лишним соток участок. Мы сейчас посмотрим на этот дом. Вот там, если вы видите, дорога идёт, там заборчик такой, штакетник. Это Редвуды, секвой. Громадные маморода. Ну это в горах, это Тихоокеанское побережье. Здесь это как бы естественное такое место обитания Редвудов. Тут вот мы поставили нашу машинку и пошли смотреть дом. Он достаточно большой, где-то 200 с лишним квадратных метров. Построен в 70-х. Первый раз его продали в 83-м году за 140 тысяч. И сейчас он выставлен за 850. Так что вот налоговая база у него 350. То есть за те 35 лет, что он там продавался последний раз и зафиксировали его стоимость вот эти 140 тысяч, там 138 были в 83-м году. И вот, значит, налоговая база потихонечку росла. Но, конечно, не до тех 850, что они сейчас хотят, а вот до 350. Медленнее растет, когда люди живут. А если кто-то купит вот за 850, тот будет платить налоги с 850 тысяч. Сейчас они платят налогов где-то с 4 тысячи в год. Ну что, давайте зайдем. Тут все такое деревянненько. Видите? Деревянненько. 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 Так. Конечно, у них довольно большой сад-огород тут. Мама родная, чего только там не насажено. Очень прикольное такое. Знаете, старенькое. Все-таки такое сейчас редко где можно увидеть. Вот видите тут умывальничек. Я думаю, это для... Вот такой может быть бар небольшой, да? Там гости придут. Это шкафчик. Ну, такой-то все такое зачуханное, конечно. К этим 850 сюда надо еще положить сколько-то. Так. Давайте-ка я вот сюда выйду еще раз на улицу. Вот этот вход, через который мы тут основной поднимаемся. Вы видите там растительность. Вот там какие-то грядки с поливом. То есть явно люди любят этим заниматься. Так. И, конечно, 40 соток это большой участок. Тут ничего не скажешь. Еще тут секвой громадные. Да. Я видел на картиночке, на веб-сайте, вот эту комнату корабельную такую, которую мы только что видели. И подумал, что может быть интересным туда пойти. Вот. А вот мы снова здесь. Ну давайте зайдем. Это бедром. Давайте зайдем в бедром. Один из бедромов. Вот он. Вы видите, стены выложены такими кедровыми палочками. Вот это кедр. Считается, что кедр отгоняет моль. Вот это у них то, что называется walk-in closet. Такой шкаф. Еще один. Так. Это, видимо, мастер-бедром. Вот тут у нас ванная. Вот вы видите. Так. Душ. Все старенькое. Очень-очень старенькое. Я думаю, было бы поновее, конечно. Совершенно других бы денег стоило. До океана. Отсюда езды на машине минут, может быть, 7-8. Точнее, не до самого океана, а до фривая, который идет вдоль океана. Так. Ну что же. Здесь у нас вот стиралочка-сушилочка. Так. Это как бы даже кухня, что ли, небольшая. Получается. Все довольно странно. Так. А тут что? Понимаю. Это техническое. Техническое. Это хитр. Ну да, это водяная система. Так. Отлично. Это техническое такое помещение. А там какие-то полочки. Все такое драненькое. Ну нормально. Это техническое. Выходим к людям. Выходим на свет. Так. Это вот так. Корабельная комната, с которой мы начинаем. Такая большая, красивая. Вы видите. Так. Тут еще наверх можно подняться. Я сейчас поднимусь. Светлана мне подает всякие сигналы. Типа пойдем отсюда. Ну сейчас пойдем. Да. Вот тут, знаете, окошко для Деда Панаса. Сказочку рассказать детям. Вот. Прямо отсюда. Вот. Вы видите. А тут такая дверка. И там коммуникации. Ну, наверное, вам там не очень хорошо видно, что там происходит. Там темно. Хотя, может быть, да. Слушайте, там даже вот как-то она не так все плохо. Вот такое помещение. Пахнет древесиной, смолой. Там жар сказочный, чудовищный жар. Это так называемый лофт. Так. Как бы не комната закрытая. А так вот. Такое помещение. Это, видимо, гараж у них. Он там на улице стоит. Но в гараж я уже не пойду. А так вот мы смотрим, что тут есть. Вот такой дом, друзья. Вот такие цены. Да, это древняя вещь. Вау. Мы будем вставить его в наш дом. Потому что дом очень плохой, что огонь пьет в комнату. Да. Так, это, в основном, хитер для дома. Да, дом у нас центральный воздух. Ты видишь все бенки на поверхности. И ты чувствуешь что-то воздух от них. О, да, 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 да. Так, есть центральная система. Она гонит горячий воздух. Холодный активный. Окей, окей. Это довольно-таки экзотик. Это другое, да? Ага. Ну что, Свет, скажешь про домик-то? Ну, скажу, что я бы ни за какие коврижки, даже если бы он стал 10 раз дешевле, не согласен бы там жить. Так, ну, то есть тебе не нравится, что там жарко? Да? Там было совершенно не цивилизованное место. Там даже мобильный телефон не принимают. Вообще никак. Да, да. Приема там не было. То есть, даже если бы это был абсолютно новый дом, и на middle of nowhere, на кровом лоте, в лесу, в дремучем, для меня это совершенно не способ жизни. Нет, это не мое. Ну да, хорошо. Но кроме самого места, вот что-то такое... Давайте за клубничкой заедем тут с нами. Ну, не надо. Говорят, не надо. Ну, давай, ладно. То есть, видите, слева ферма, они там клубничку продают. Так чего? Вот сам по себе дом. Ужасный. Ну, послушай, если он построен в конце 60-х, в начале 70-х, там когда-то была своя стилистика, но сегодня это не катит. Сегодня люди хотят красивое, просторное, светлое, высокое, потолки, красоту. То есть, 850 тысяч, которые они хотят, это фактически цена земли. Да. Которая тоже надо еще благоустроить там целый акр. Но стоимость дома фактически нулевая. Да, но дальше ты будешь жить, мне же, в отсутствии цивилизации. То есть, у тебя будет лендлайн-телефон, да, и только в пределах дома ты можешь с кем-то поговорить. Но чуть ты в садике где-то, да, ты уже мобильный не работаешь. Ну да, вышку свою не поставишь. Свою, это самую, акровую территорию будешь обходить, и никто тебе дозвониться не может. Поэтому, это, в общем-то, для жизни... По моей системе понятий, для жизни это непригодно. Но есть люди, любители, которые хотят закрыться, никого не видеть, иметь только свой акр, и никто им не звонит. Но вот этот район, вот где мы сейчас говорим, называется Бунадун у нас тут. Значит, этот Бунадун, он застраивался в 60-е и 70-е. Я когда смотрел на интернете про этот дом, там был рекорд, что он продавался в 83-м году. Я думаю, что, может быть, его построили в 83-м, но это не так. Он построен где-то в 60-е и 70-е, никто точно не знает. Мне кажется, что скорее в 60-е. Да, да. И там застраивался весь этот район. Вы бы видели тот район, и какие там дороги, и как это все на холмах. И, в общем, там довольно такая местность, знаете, пересеченная, мягко сказать. Нет, ну еще, понимаешь, так, вот я не знаю, вот мы смотрим на нынешнее поколение, вот найдутся... Молодежь? Да, молодежь. Среди молодежи люди, которые хотят зарыть себя, вот, допустим, в такой глухомань. Ты знаешь, что я тебе скажу? Если у тебя есть кабель, да, кейбл, и у тебя есть интернет, и ты сидишь и занимаешься чем-то таким относительно творческим, там, удаленно работаешь, там, или что-то. А чем тебе плохо цвет? Нет, ну если ты готов не видеть людей, и не слышать их, то, конечно, тут они до ближайшего магазина, наверное, минут сорок езды. Ну что ты говоришь, что это? До ближайшего магазина 20 минут максимум. Ну тоже, но все равно 20 минут, и причем это... Да, мы как-то попали в этот Банидун ночью. Да, это страшно, страшно. Это вообще, это для смертельного номера. Там, естественно, нет никаких фонари на улице. Глоба это хоть выкали, потому что дома стоят в глубине, и даже тот свет из окон, который есть по вечерам... Но на дорогу не попадает. Ну там, я скажу так, ездить там вечером можно тогда, когда ты там хорошо знаешь каждый куст днем. Тогда вечером у тебя есть шанс как-то сориентироваться. Да. Если ты вот едешь в гости к кому-то, давай пропусти тут нас слева, обгоняюсь. Пожалуйста, давай. Малтово, навигатор там смущается, и показывает все время какие-то обходные пути, очевидно, он тоже не очень хорошо ловит. И он не показывает такую прямую дорогу, он показывает через верхушки гор, там... Как-то раз мы оттуда уезжали. Да, полтора часа ехали. Очень странным путем мы приехали в точку нужную, но удивительным образом как-то это все произошло, это правда. Ну вот, поэтому это на очень большого любителя. Но вопрос у меня такой, что среди американской молодежи найдут люди, которые хотят вот жить там. Ну да, это вопрос. Да, а почему молодежи, может быть, средних лет? Ну, не знаю, средних лет. Ну, безусловно, это не совсем для тех, кто каждый день ездит в офис на работу, и тут, собственно, и офисов-то особо нет. Конечно, есть город Санта-Крус, но он такой не офисный особо город. Даже не знаю, что сказать. Мы знаем пару людей, которые живут в этих местах, но они, в общем-то, больше такие пенсионерствующие и ведущий такой образ жизни, скажем так, нетрудовой. То есть у них есть какие-то интересы по жизни, но они на работу не ездят каждый день. Каждый день нет. Ну, они так это занимаются любимым делом. Да. Ну что, Свет, я подумал, что там интересный какой-то дом, когда картиночку смотрел на веб-сайте, и ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пацаны через хайвей бегают. Мы же молодцы, ой-ой-ой-ой-ой-ой, знали, поскольку народу гибнет каждый год при перебегании хайвеев. Ну, ладно. И вот, значит... На пляж пошли люди. На пляж, да, да. Жарко сегодня. С пивом. А, с лимонадом. Насколько у нас здесь не внизу, на океан, насколько у нас менее жарко, чем там на горе. Да, да. Там показывал прохладно. Показывал, там 91 градуса сейчас сколько он показывает. А сейчас пока 75. Ну, в разнице. Ну, да, очень существенная разница. Да. Так что, я подумал, там красиво. А когда я уже увидел это живьем, я подумал, ну, в конце концов, пусть люди видят, что на свете бывают. То есть, я не думаю, что кто-то скажет, ой, вот этот дом, которым я хотел бы жить, хотя, наверное, кто-то захочет там жить. Но вот что бывает, почем нынче земля, как вообще все устроено. Интересно, что сегодня же я с утра глянул дом 20 с лишним минут Наташи Квик, которая теперь стала риэлтором. Где-то они во Флориде, вместе с мужем она ходит и показывает дом. Слышишь? Там все такое зеленючее, цветучее, земли много, дом хороший, там тоже жарко, я согласен. Но влажно, там все такое вот. И они ходят, и смотрят, и дом такой, и стоит он там типа 320 тысяч, знаешь? Нет, понимаешь, как в долине цены высокие, это правда, там работы много. Жить здесь, на жаре, в этом каком-то лесу с дикими животными, где нет интернет-телефона, да? Да, там ягуары ходят, да. Да, это нужно объяснить, почему, собственно, ты забьешь туда, если ты можешь поехать там куда-то в Майами или во Флориду, жить цивилизованно за 30 тысяч, и зачем тебе платить 80 тысяч? С другой стороны, Свет, вот от этого дома до, допустим, офиса Гугла, да, если без трафика, можно доехать, скажем, за час-15, час-20. Ну, ты никогда не доедешь без трафика, если ты едешь на работу и с работой. В рабочее время. Конечно. Да. Если ты есть раз неделю, там консультировать, и ты там, в чего-то, может ты и доедешь. Вот так, друзья, посмотрели домик, поболтали, и возвращаемся в прохладу океаническую города Санта-Крус. Счастливо!